МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Как человеку и отцу мне больно видеть, как один из моих сыновей попадает в тюрьму. Но как президент республики я заверил генеральную прокуратуру, что у нее будут все гарантии, чтобы действовать в рамках закона», написал в своем твиттер президент Колумбии. Арест Николаса Петра стал серьезным ударом по правительству, которое подвергалось нападкам со стороны консерваторов и в то же время изо всех сил пыталось сохранить двухпартийную поддержку Колумбии в США. Давним союзнике в войне с наркотиками и борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Расследование основано на заявлениях, сделанных бывшей женой Николаса Петра, Дайсурис Дель Кармен Васкес. В интервью она сказала, что присутствовала на встречах, когда ее муж организовывал пожертвования в размере более 600 миллионов песо от политика, когда-то осужденного в Вашингтоне, за незаконный оборот наркотиков, и который искал поддержки компании Петра, чтобы возобновить свою политическую карьеру. Николас Петра опроверг утверждения бывшей жены и назвал их необоснованными. Кандидат Объединенных Левых Сил Колумбии Густава Петра официально стал избранным президентом республики в июне 2022 года. Численность японцев сокращается самыми быстрыми темпами за всю историю страны, в то время как число иностранных резидентов выросло до рекордных почти 3 миллионов человек. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным японского правительства, население Японии стареет по всей стране, а иностранные граждане играют все большую роль в восполнении численности населения. По данным на 1 января 2023 года, число граждан Японии сократилось примерно на 800 тысяч человек и достигло 122,42 миллиона. Отмечается, что впервые население сократилось во всех 47 префектурах Японии. А вот число иностранных граждан, проживающих в Японии, составило рекордные 2,99 миллиона человек. Это более чем на 10% больше, чем в предыдущем году, что является самым большим годовым приростом за последние 10 лет. Как отмечает Reuters, население Японии сокращается каждый год, начиная с 2008 года, из-за низкой рождаемости. Этот показатель достиг рекордно низкого уровня в прошлом году. Эта тенденция указывает на необходимость для Японии разработать меры по решению проблемы снижения рождаемости и улучшению возможностей трудоустройства для молодежи и женщин в регионах. Между Казахстаном и Катаром увеличится количество рейсов, пишет газета «Егемен Казахстан». Состоялись переговоры между авиационными властями Казахстана и Катара с участием перевозчиков обеих стран. По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании, расширяющий правовую базу выполнения полетов. Количество разрешенных частот увеличилось с 21 до 38 рейсов в неделю. На основании достигнутых договоренностей Катар Airways планирует до конца текущего года увеличить количество рейсов по маршруту Алматы-Доха с 1 до 2 раз в день и с 7 до 14 рейсов в неделю. В настоящее время Катар Airways использует на рейсах в Казахстан широкофюзеляжные самолеты, в том числе Boeing 787 Dreamliner. В ходе переговоров авиакомпания сообщила, что будет увеличивать использование данных типа воздушных судов на рейсах в Республику Казахстан. В культурной столице Азербайджана, городе Шуше, подписан договор о создании организации профсоюзов тюркских государств, сообщает агентство «Репорт». Главная цель новой структуры — консолидация действий по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических прав и интересов работников. В мероприятии приняли участие руководители и представители Конфедерации профсоюзов Азербайджана, Федерации профсоюзов Казахстана, Турции, Кыргызстана и Узбекистана. Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в 2009 году в городе Нахчеване. Объединение братских стран стало возможным благодаря усилиям и решимости президента Азербайджана Эльхама Алиева и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Напомнил во время своего выступления председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Информагентство уточняет, целью создания организации является объединение усилий по эффективной защите интересов и трудовых прав работников и обеспечения свободы их деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова